Всем привет. Сижу в аэропорту в Астане. Тренинг закончился, мы с нами на свободе сегодня. Сейчас только и сижу, жду свой самолет и решил выйти поговорить. Просто вчера я не договорил немного. Добрый вечер. Привет, привет. Я вечер, добрая еда. Здравствуйте. Асима только что меня привезла в аэропорт. Зарегистрировались онлайн. Вот сижу теперь. В Астане погодка шикарная, прохладно конечно. Сегодня в инстаграм выложил фотографию этого ханшатыра с той стороны, где степь прям. Настолько красивая фотка получилась, то не смотрел, посмотрите в инстаграме, потому что там прям контрастная фотография такая прикольная получилась. Прям красиво. Когда степь, вот эта ковыль или что там трава какая-то сухая, этот снег и вот ханшатыр с казмной газом, прикольная. С той стороны я еще город не видел, поэтому интересно получилось. Мне кажется, еще вай-фай садится, интернет выбивает, да и выбивает. Павел в этот раз, тогда я обязательно в следующий раз буду в нашем тренинге. Поздно узнала. Привет. Приходите на тренинг, конечно, буду очень рад. В следующий раз будет 30-31 января приеду в Астану. В этот раз группа такая прикольная подобралась тоже. Вообще все группы, они очень интересные, поэтому приходите. В январе придете, круто. В январе приезжаю 30-31. Приходите на тренинг, будет интересно. Очень много чего непонятного в том плане, что много вещей, которые вы в других местах вряд ли увидите. Поэтому обязательно приходите. Это немного отличается от психологии, от всего остального. Игорь, вы можете что-нибудь посоветовать по поводу вождения в фазу? У меня есть ваш номер. В первую фазу. Я, честно говоря, такие вещи не понимаю, что за фаза. Это про Луну, наверное. Я в таких вещах не совсем разбираюсь. Я не заморачиваюсь по поводу. В смысле, астральное путешествие? Астрология, да? В астрологии я не разбираюсь вообще. Вы не поверите, я с астрологией столкнулся первый раз в девятом классе. У нас 10-11 класс был в школе. А, астральное путешествие? Ну, можно, но этим лучше не увлекаться так особо. Потому что нужны определенные навыки, защита нужна. Осознанное сновидение. Осознанное сновидение не разбираюсь вообще. Астральное путешествие, в общем, эта штука интересная, но мой мозг немного сопротивляется, и это не совсем безопасно, если честно. Игорь, расскажите, если тебя бесят люди, эти качества получают, если тебе во всех людях 128 качеств, и положительных, и отрицательных. 57 из них положительных, а остальные 71 отрицательные. И тебе важно принять в себе все качества. Как только ты в себе примешь то, что тебя раздражает в людях, они перестанут тебя раздражать. Это не принятие себя внутреннее. Вот, допустим, раздражает в человеке там лень. Прими себя, что ты тоже можешь быть ленивым. И все. И раздражать перестанут. Вот. Я вчера хотел рассказать про людей, которые меня поддерживали в свое время. Точно. Это была Жана с Астаны. Я вот ее сейчас фамилию не помню. Фамилию не помню. Она сказала... В общем, она меня очень сильно поддержала на первоначальном этапе. Она первый раз приехала на тренинг в Астану, в Алмату с Астаны. А потом уже пригласила меня в Астану. И я потом после этого приехал. Потом знаменательную роль такую сыграл Женя Ким в свое время. Потом Зинаида Ивановна. Вот эта хилингом она занимается в Алмате. Потом я встретился с Данной Арманбаевой, которая меня поддержала. И она сказала, что я как-то там своими постами ее как-то, в общем, помог. Вот с ней познакомился. Она меня очень сильно поддержала, написала отзыв. И, в общем, мы с ней пообщались. Даже с ней общий тренинг один провели для ее организации. В общем, было очень интересно. И как-то, знаете, в течение года я встречаю людей, которые постоянно мне помогают. Потом Лаура была в Астане. Очень поддержала. И она вот в передаче участвовала на КТК. Потом Катя с КТК, которая оператор в этом году очень сильно. Я попал на КТК только благодаря ей. Вот. Она предложила. И какие упражнения посоветовать мне? Мне принять для того, чтобы я на расстоянии смещал сердце. Вот. Знаете, откровенно говоря, просто надо дышать глубоко. Вдох через нос, выдох через рот. И, в общем, ты... Вот сердце, вот эту боль, которая есть, ты ее, в общем, выдыхай. Вот. И все. Три вдоха и три выдоха. Ты можешь прямо сейчас сделать. Мы с тобой чуть-чуть поработаем, если хочешь. И вот эта комната с горла откашливай. Прямо глубокий вдох через нос и выдох через рот. Вот комната в горле стоит. В общем, выдыхай. Вот. Вот. Вы там дышите? Вы что-нибудь пишите? Если хотите продышать, продышите прямо сейчас. Потому что, мне кажется, посадка начинается. У меня тут установки бессознательные. Вы знаете, я вот такие слова, вот, сознательные и бессознательные, не совсем понимаю. Почему? Потому что... Это хочу. Вы... Да? Здравствуйте, да? Мы не отвлекаем? Нет, говорите. В общем, только что этот коллега просто вас узнала. Ага. И сказал, вот, я что-то заинтересовался вот, на ваш тренинг сходить. Как можно? Хорошо. Давайте я вам сейчас... Всем пока. Сейчас давайте. Тут встретил знакомого сейчас. Ура! Ура!